Модуль расчёта сечения провода и кабеля. Для расчёта сечения необходимо перейти к модулю «Рассчитать сечение». Далее нужно выбрать тип расчёта – для кабеля или для провода. После переходим к заполнению таблицы для ввода исходных данных. Добавляем строку. Чтобы начать расчёт, необходимо ввести следующие данные – «Наименование потребителя». Реактивная мощность и коэффициент мощности. Для расчёта сечений входные параметры «Реактивная мощность» и «Косинус Фи» не могут быть заданы одновременно. Необходимо ввести только один из этих параметров. В противном случае расчёт будет невозможен. Фазность электроприёмника. Далее идут параметры автоматического выключателя – ток расцепителя. «Кратность по току». Далее идут параметры проводника. Допустимые потери напряжения. Способ прокладки. Для провода это вне помещения или внутри помещения. Для кабеля – открыто или в земле. Далее идут параметры трансформатора. Мощность трансформатора. И группа соединений обмоток. Линейное напряжение. После ввода всех исходных данных для вывода расчёта, перейдём на вкладку «Расчётные данные». При неправильном вводе исходных данных расчёт будет невозможен, и программа выдаст соответствующее сообщение. Например, выходная таблица расчётных данных содержит следующие данные. Наименование потребителя. Рабочий ток. Ток автоматического выключателя. Кратность автоматического выключателя. Далее идут расчётные сечения по различным критериям. По нагреву, по току автоматического выключателя, по экономической плотности тока, по допустимым потерям, по однофазному короткому замыканию. В конце вводится итоговое расчётное сечение. Расчётные сечения выбираются из таблиц стандартных сечений в зависимости от исходных данных. Полученные данные мы можем экспортировать в Word или Excel. Продолжение следует...